всем привет дорогие мои друзья сегодня у меня утро понедельника и даже не обед а именно утро и я решила как вы поняли по названию показать вам долгожданную посылочку от алены точнее долгожданную я ее недолго ждала буквально три дня но неожиданную посылочку от алены абель распаковка получила я такую беру мои красивые цветочки давайте так покажу вот такая пришла ко мне посылочка ее привез мой брат от алены абель и сейчас я хочу с вами вместе и и распаковать потому что я не могу удержаться мне нереально хочется посмотреть что же там лежит наше то есть такое что нужно поскорее открыть и посмотреть я ее получила вчера не открывала хотела это сделать на камеру чтобы поделиться с вами своими эмоциями вы девочки еще хотела вас поблагодарить дорогие мои девочки мои самые лучшие зрители мои друзья мои крылья спасибо вам большое вы меня реально окрыляете я не думала что мое изделие как кардиган шерстяной путь или чудо в перьях или тот же самый сарафан произведут такой фурор реально я вообще не могла ожидать я боялась я тряслась переживала что вдруг вдруг никому это не понравится оказывается ценители очень много сейчас я сяду поудобнее ой смотрите как красиво алена со своим логотипом вот красиво обозначила эту посылочку я сейчас осторожненько это все отклею потому что это память я ничего не выкидываю то что мне присылают девочки это все у меня хранится буду буду своим вручкам показывать о май гад посмотрите как красиво собрано ой красота то какая смотрите какая косичка алена положила мне свою пряжу которая накрасить самой у меня как раз зеленая ниточка осталась носочная который подарил мне снежана я вот обязательно свяжу полосатые носочки себе много классника косичка так обельнит воли посмотрите какая у меня таблеточка здесь как красиво все упакованы реально когда алена говорит что у него вот реально времени нету но честно вот это все время затратно посмотрите каждую эту таблеточку вот так упаковать чтобы она не распустилась это просто супер так а вот и тут даже написано состав я думал состав я буду искать где-то там записочки нет здесь 50 процентов шерсть ангоры полиакрил 50 700 метров 100 граммах это как пух норки ой я себе свяжу шапочку блин ой извиняюсь сколько раз себя ругаю за это все больше не буду больше никаких мучных изделий в кадре посмотрите какая красивая ниточка с таким нежным пушком я не представляю что будет когда постираешь изделие из этой пряжи но явно будет что-то пушистое так вау мягкая какая как все красиво упаковано цвет вам не передается у вас цвет идет сюда как бы фиолетовый оттенок но по идее нет о это тоже будет шапочка смотрите здесь 80 процентов мерина мереносовой шерсти 20 процентов кашемира ой явно будет не шапочка у меня как раз серое пальто в таком как бы ну тут знаете такое вкрапление ну не вкрапление а такой эффект идет как бы меланжевый какой-то с с сединой что ли с проседью но нет на такой красивый цвет у вас он вообще не показывает камера у вас он какой-то а тут просто джинс цвет вот реально джинсовый цвет с такой как бы вареным эффектом алена большое вам спасибо вот у меня уже две шапочки о о так тут у нас вот эти этикеточки прям как заводские так тут написано то у нас что шурволь и полиамид шурволь это на немецком значит я точно не знаю что это как это наверное это будет мереносовая шерсть ой ну даже вязать из этого носочки как-то мне жалко это пряжа окрашена самой аленой это ее ручное окрашение идет здесь ой и знаете у меня такой я не знаю с чем сравнить этот цвет в принципе у вас передается он ну чуть-чуть в зву он чуть-чуть светлее но цвет такой классный он я не знаю что он мне напоминает сказать что осень нет осень он никак не напоминает но такой необычный такая необычная расцветка что не знаю я но я даже не не могла себе об этом об этом и мечтать ой какой мягкий так это у нас что мили фили ну я конечно не спец бобильной пряжи я не разбираюсь если вы знаете то вы мне напишите что это и с чем это едят я с удовольствием вас послушала 63 процентов альпаки 37 полиамида 220 метров 100 грамм ой это это у меня будет кардиганчик это будет кардиганчик возможно я его с чем-то еще с таким пшеничным цветом ланоколт 8 сотки пущу сюда и будет у меня вообще теплый-теплый кардиган какая красивая пряжа ниточка обалденная пушистая она мне напомнила сразу это овечку не расчесанную овечку но мягкая идеальная ниточка но вот если вы знаете вот это все что здесь написано то напишите мне пожалуйста в комментариях я буду очень вам признательна но то что вот это мили филли это я вроде правильно прочитала ален благодарю вас от всего моего сердца вот такая визиточка от алены все не только я возможно 90 процентов девочек которые вяжут они реально мечтают получить любую вяжу от алены я не знаю я тоже грезила этим я же говорю у меня потихонечку мои все мечты сбываются мечтала подружиться познакомиться со с веточкой мечта сбылась захотела помечтала иметь много много девочек которые меня понимают и любят вязание это тоже сбылось алена положила мне такие конфеты ферреро роше они очень вкусные даже вкуснее чем рафаэлла будем пить чай открою на 8 марта обязательно ой а тут а а тут чай вроде ой такой запах сразу пошел да какой-то такой ароматный ну так девочки давайте вы мне будете помогать напишите мне девочки из германии кто учил немецкий язык что это такое это чай фруктовый чай вроде вишневый да вот по вишенкам вижу но запах сразу передается просто на немецком я не это не понимаю но вроде по рисунку поняла что это чай тоже будем пить с удовольствием а большое вам спасибо подарочек просто просто обалденный это это вообще что-то сверхъестественное то что происходило с этой посылочкой об этом даже я короче не мечтала я передала для алены чисто символический подарочек от себя так как у нас ну не так как у нас у нас принято всегда передавать что-то такое но из-за того что я не знала сможет ли алена это получить я тоже переживала очень хотела чтобы она получила от меня маленький такой презентик мой братишка родной который ездил на обучение в германию во франкфурт он с целостью и сохранностью это все перевез я передавала как вы наверное посмотрели у алены ей курт наш знаменитый казахстанский курт казахский курт который ну реально это сказать что это десерт возможно кто-то любит моя бабушка например любила соленый курт пить со сладким молочным чаем я например его люблю просто кушать кто-то его любит с пивом пить ну короче это детский десерт это кладезь кальция там столько витаминов поэтому реально курт очень вкусный так как нельзя было весовой туда отправлять вывоз был запрещен мне пришлось в тетра пакете купить но это тоже очень хороший курт от фирмы бурте поэтому я думаю что алене все понравилось но когда алена отправила мне посылку она узнав у моего братишки адрес в котором он будет проживать а мой братишка посчитав что посылочка придет очень ну так ну как у нас обычно несколько дней идет он дал ей адрес который в который он еще не въехал и тогда посылочку привезли раньше времени быстрее чем за сутки и привезя на ресепшн девушка сказала что такой не проживает и посылку вернули обратно на почту алена мне об этом сообщила я расстроилась у меня уже были такие ну реально я так расстроилась потому что но все равно когда ты слышишь что тебе хотят передать подарок ты уже этим гресишь об этом думаешь и думаешь вот было бы круто получить подарок да тем более от алены и узнав об этом короче я уже все я уже у меня там был конец света но на следующий день Алена мне а братишка мне скинул фото этой коробочки и Алена тоже написала мне и я ей тоже нет скорее всего я написала да я написала Алене что вот так и так братишка получил посылку если честно Алена была тоже в шоке от того что вернувшуюся посылку его переотправили обратно же вот все звезды сошлись и эта посылочка теперь у меня а еще а еще мне вот что жалко Леночка Хольм у нее канал тоже на ютубе вы все знаете Елена Хольм в Германии она тоже хотела передать мне посылку и передала но посылка не добралась до моего братишки скорее всего она доберется уже сегодня и ей ее возвратят посылочка была тоже очень долгожданная потому что когда мы общались с Леночкой насчет этого она к этому готовилась хотела хотела мне отправить тоже такую шикарную пряжу которую я даже и не трогала и не щупала но к сожалению у нас это не получилось но кто знает может все звезды сойдутся и у меня получится такая возможность появится такая возможность ой ну не буду говорить съездить туда в Германию но увидеть девочка что кто знает мы все таки предполагаем а Бог все решает поэтому на все воля Божья вот дорогие мои друзья вот такой у меня сегодняшний прекрасный момент с которым я хотела с вами поделиться вы у меня все классные все у меня суперские все у меня добрые поэтому друзья большое громадное вам спасибо за поддержку Алена я вас благодарю что вы уделили мне внимание с вашим темпом сейчас в жизни реально это сложно я сама это поняла я всегда думала почему блогеры не могут ответить своему зрителю но это оказалось реально очень сложно у меня уже второй день когда я каждому отвечаю лично в комментариях это по правде это заслуживает похвалы у которых я короче аплодирую всем блогерам у которых большое количество подписчиков которые которым они уделяют свое время потому что это реально тяжело вам Алена большое спасибо за этот подарок он очень для меня дорог и очень для меня важен мои две мечты из трех сбылись первая мечта это была вот я как вам сказала подружиться с моей светочкой вторая мечта была отправить посылку Алене и третья мечта у меня все еще я ею грежу и думаю что она сбудется отправить посылочку Маргарите Герасимовой но она брыкается не хочет от меня ее получать поэтому вот девочки мечтайте мечтайте правильно мечтайте во благо себе и другим и это обязательно сбудется а теперь дорогие друзья спасибо вам большое и я хочу на этой ноте с вами попрощаться всем пока пока